В эфире новости 24 в студии Зухралеева. Здравствуйте. Вначале о самых значимых событиях этого часа. Первый звонок, первый учитель. Не за горами 1 сентября и каким будет новый учебный год обсуждают российские власти. Почти 100 лет в небе. Пилоты гражданской авиации в эти выходные отметили свой профессиональный праздник. Новый зал, новые возможности. Академия спортивной гимнастики для детей и юношей открылась в Каспийске. Чуть меньше двух недель осталось до начала нового учебного года и то, как он начнется, обсуждают на самом высоком уровне. Руководитель Института прогрессивного образования Анна Маркс выступила с предложением дать выходной 1 сентября родителям первоклашек. Так, по итогам опроса, проведенного институтом, треть всех опрошенных среди полутора тысяч респондентов ответили, что для этого им придется попросить выходной с работы. Однако 37% родителей сообщили о невозможности отпроситься с работы ввиду различных причин. По словам Анны Маркс, детям необходимо присутствие родителей на первой школьной линейке, ведь это является важным фактором для их спокойствия. Соответствующее предложение уже поступило вице-премьеру Татьяне Голиковой. Учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в цели профилактики коронавируса. Об этом было заявлено на горячей линии Минпросвещения России. Дети могут носить маски по желанию или если настаивают родители. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что российские регионы будут самостоятельно принимать решения о формате проведения школьных линеек 1 сентября, исходя из эпидемиологической ситуации. Занятия в новом учебном году будут проходить в очном формате. Около 630 миллионов рублей будет выделено Дагестану на горячее питание школьников первых-четвертых классов. Деньги предназначены для школ, в которых имеются все необходимые условия. В школах, где нет оборудованных пищеблоков, питание младшеклассников, как и прежде, будет организовано за счет средств республиканского бюджета в таком же объеме, что и в школах с условиями. Правительство Дагестана уже выделило на это дополнительно 400 миллионов рублей, что позволит в три раза увеличить стоимость кормления одного ученика. Почти сто лет в небе пилоты гражданской авиации в эти выходные отметили свой профессиональный праздник. Если говорить о поездках на дальние расстояния, то самолет сейчас самый популярный вид транспорта для этого. Пассажиропоток увеличивается с каждым годом и в прошлом году уже перевалил за миллион человек. Подробнее о том, как живут и работают покорители небес в сюжете Патимат Ханаповой. Аэродром «Ультаж». Каждый день несколько тысяч пассажиров прилетают в эту воздушную гавань и отправляются отсюда. Сегодня мы узнаем, кто и как их перевозят, потому что этот вечер мы проведем с пилотом самолета. В 8 часов вечера на посадку заходит очередной самолет авиакомпании «Смартавия». Пилот готовится совершить его в аэропорту Махичкалы. Этот рейс оборотный. Через час он должен вылететь назад в Москву. Именно на борту этого восточного судна мы и окажемся. Пока десятки специалистов заправляют лайнер топливом, очищают салон и проверяют техническое состояние, мы будем беседовать с Арвидом Вагабовым, пилотом, у которого 30-летний стаж в профессии. За его спиной более 10 тысяч часов налета. Если сложить, то получится больше года непрерывного полета в воздухе. За все это время летчику пришлось лишь единожды совершить экстренную посадку. Была такая ситуация, что мы взлетели из Санкт-Петербурга, пришлось вернуться, было задымление в кабине, вернулись, благополучно сели, все нормально. Свою работу пилоты называют профессией мечты. Видимо, не зря летать над облаками хотят практически все школьники и студенты. Но получается, далеко не у всех, да и решаются немногие. Чтобы сесть за штурвал самолета, нужно долго учиться, иметь отменное здоровье, силу воли и уметь принимать правильные решения. Страха, как такового, не чувствуешь, признается Арвид. Лишь ответственность перед десятками людей, опасения лишь мешают концентрироваться. Это уже, наверное, привычка. Я с удовольствием хожу на работу, на такая работа, которую я люблю. Я думаю, поэтому, что я еще и летаю, сколько времени. На практике каждому удается стать хорошим? Нет, вы знаете, я вообще считаю, что это, наверное, удар какой-то. Тем временем Арвиду пора уже в обратный путь. Рейс снова на старте. Перед вылетом он проверяет каждую кнопку на исправность, запускает систему навигации, забивает точку полета на карте. Работу свой пилот сравнивает с профессией хирурга. Ориентирована она на точность, неправо на ошибку и все решают руки. Ну а свой профессиональный праздник наш собеседник, как всегда, встретит в небе, в кругу коллег и облаков. Праздник будет в небе, но потом отпразднуем. Батимат Ханнапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В Дагестане открылся первый пляж для инвалидов-колясочников. Его открытие стало возможным благодаря средствам президентского гранта. Здесь предусмотрели все для удобства людей с ограниченными возможностями. Дорожки, места для отдыха, раздевалки, санузел, две специальные коляски. Посещение пляжа бесплатное, при этом одновременно его могут посещать до шести человек. Также планируется расширение пляжа или открытие новых аналогичных территорий. Новый зал, новые возможности. Академия спортивной гимнастики для детей и юношей открылась в Каспийске. Гимнастику называют базовым видом спорта, ведь она универсальна и закладывает фундамент множества физических навыков. Подробнее в нашем следующем материале. Несомненно, открытие школы станет своего рода стартом спортивной карьеры для многих ребят. Занятия гимнастикой помогают поддерживать спортивную форму, тренируют силу, вырабатывают ловкость и выносливость. Все это пригодится не только спортсменам-гимнастам, но и людям, которые планируют связать свою жизнь с любым другим видом спорта. Спортивная гимнастика – это основа всех видов спорта, включая вольную борьбу, бокс, легкую атлетику, плавание и художественную гимнастику. Желательно привести сначала на спортивную гимнастику, а только потом нужно отдать на вольную борьбу, потому что в вольной борьбе сначала делают акцент на гимнастику. Это кувырки, мостики, растяжка. Спортивный зал оборудован всем необходимым инвентарем. Возрастные категории для желающих заниматься гимнастикой от полутора до четырнадцати лет. Мы работаем на результат. Девочки выезжают на различные соревнования, на сборы и показывают свои программы на соревнованиях. Они выполняют различные разряды, начиная с юношеских, заканчивая мастерами спорта. Двигаться в такт, уметь чувствовать ритм и делать выразительные движения, совпадающие с ним. Этому и учат тренера академии. Юные гимнастки работают над гибкостью. Благодаря тренировкам у ребенка появляется растяжка. Мышцы становятся сильными, связки эластичными, а суставы подвижными. Очень сильно нравится заниматься. Я это поняла не сразу. Как только у меня начало получаться, мне нравилось все больше и больше. Если дети с равного возраста, с четырех лет, с полтора лет, если они будут ходить на гимнастику, они получат определенный багаж, определенный фундамент спорта. В последующем, когда в возрасте десяти лет, у них будет такой багаж, чтобы они будут подготовлены для любого вида спорта. Скакалки, обручи, булавы, ленты, мячи. Олимпийский антураж нацеливает юных спортсменов на большие победы. Невозможно не согласиться с тем, что гимнастика – один из самых красивых видов спорта, который заставляет восхищаться уже долгие годы. Какая красота. Я же говорю, просто таких залов я в республике просто не видел. И вот эти люди, спокойно, эти дети могут прекрасно посещать этот же зал гимнастики. Разные перекладины, кон, прыжки – это все, которое детям отдает основное развитие. Детям нашим дает вот этот вид спорта, который нам очень нужно. 30 миллиардов рублей на теплицы. В Дагестане агропромышленный холдинг готов инвестировать средства на строительство суперсовременного парникового комплекса. Площадь промышленного помещения составит более 200 гектаров. Отметим, что проект будет реализован в четыре этапа. В рамках каждого будет строиться по 50 гектаров теплиц. Инвесторы уже посетили несколько районов Дагестана с целью поиска подходящих земельных участков для реализации проекта. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин